А теперь о новостях из мира единоборств. Воспитанники клуба «Самурай» продолжают пополнять медальную копилку. В этот раз они блеснули на татаме Югры. В столице соседнего региона состоялись первенство и чемпионат Уральского федерального округа. Новоуренгойские каратисты завоевали 16 наград различного достоинства. Среди победителей есть и девочки. Тему продолжит Юлия Шаркова. На этих кадрах бой, за который Евгений Пих получит серебряную медаль. Воспитанник в прошлом, а теперь и сам инструктор клуба «Самурай». Он тренирует юных спортсменов и личным примером показывает, что только тренируясь и прикладывая усилия, можно добиться результата. Секрет его побед в отточенной технике и отключении ненужных мыслей. Мысли лишние бывают, только мешают. Поэтому лучше более спокойно относиться. Тренер знает, что сказать и настроить, а все остальное не важно. Из нового Уренгоя в Сургут на престижные старты отправилась команда в составе 20 самураев. Шесть из них завоевали первые места, восемь – вторые. И два воспитанника клуба вернулись с бронзовыми наградами. По мнению руководства клуба, это более чем хороший результат. Это результат, конечно, благодаря и организации, и ребятам нашим тренингским составом, которые вкладывают душу в работу. Из 20 человек ребят 16 призовых мест. Но это, конечно, большого, дорогого стоит. Есть среди победителей и девчонки. Аня Титирук карате занимается уже пять лет. Говорит, что родители очень удивились, когда она выбрала именно этот вид спорта. Но юная каратистка не прогадала, ведь получаться стало сразу. На этих соревнованиях Аня взяла бронзу. Я настраиваю себя на победу всегда. То, что я выиграю. В карате надо быть и выносливым, и сильным. Для этого надо знать много всего. На этот турнир ездили исключительно сборники – так называемые первые номера клуба. Эти спортсмены заточены под участие в престижных и статусных соревнованиях. Их тренировки отличаются более интенсивными нагрузками. И, как показывает практика, это приносит результат. Три года подряд нестабильно выигрывают все крупные турниры. У меня есть специальное упражнение, где просто надо потерпеть. Это же то же самое, что когда спортсмен просто стоит на кулаках определенное время, это же тоже терпит, борется с собой, пытается себя преодолеть. Я им это объясняю, в голову им кладу, чтобы они понимали, что когда ты выходишь на бой, в принципе, то же самое. Надо потерпеть. Я всегда говорю, надо сделать все то же самое, но немножко больше. Самурай уже прозвали кузницы звездных каратистов. В прошлом году набор был настолько активным, что некоторым желающим заниматься, к сожалению, пришлось отказать. Для развития детского спорта в Новом Уренгое руководство клуба «Самурай» уже подумывают о строительстве нового спортивного зала. И тогда побед будет еще больше. Юлия Шаркова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».